МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуйста, представьтесь, что за направление вы представляете на стенде фонда Свара и о чем вы хотите рассказать всем, кто пришел на эту выставку? На данной выставке книжной, международной, я представляю, как управляющий русским музеем народоведения. Это негосударственное учреждение культуры. Сам я исследователь русской народной культуры, доцент Смольного института. Я хочу представить зрителям, посетителям нашей выставки обрядовые полотенца русского народа. Совершенно в небольшом количестве русский музей народоведения располагает большим собранием таких полотенец, рушников. А здесь мы представляем, в зависимости от обстоятельств, небольшое количество полотенец, но с разных земель большой, огромной русской земли. А что такое обрядовое полотенце? Есть полотенца повседневной будничной, которой мы вытираем руки. Это вот, так скажем, повседневная. Есть обрядовые полотенца, которые русский народ использует во многих обрядах, или, так скажем, практически во всех обрядах, в том числе и в обрядах перехода, которые составляют основу закона русского духа. Вот они и составляют обрядовые полотенца. То есть, когда, в каких-то периодах жизни использовали? Расскажите прямо. Ну, полотенца у нас использовались от рождения, от рождения и до перехода в иной. В мир использовалось полотенце. Вообще, полотенце – это, в ней заключена идея нити судьбы. То есть, у нас нить, пояс, а пояс – это есть полотенце, она знаменует судьбу. И вот небесные пряхи, у нас есть такие три пряхи – лада, леля и полеля. Они сидят у крон, у древа, у корней мирового древа и придут нити судьбы народов. А уже матери, девы на земле, вот, живущие, они придут нити судьбы человека. И это воплощается в поясе, в кушаке, по кронке и полотенце. Русская девка готовится к замужеству, чтобы стать бабой. Баба – это имя великой славянской богини, баба или матерь. Вот она, становясь, как говорится, на путь бабы, она заготавливает полотенце. И для каждого новорожденного она готовит такое полотенце. Ну, на Смоленщине, допустим, называется наметка. Вот в это полотенце новорожденный принимается, определенное время в нем пребывает, получая, как говорится, переход в этот мир. И затем это полотенце сохраняется. И когда он умирает, им оно покрывается. То есть нить судьбы, к которой придет мать, она его сопровождает от рождения и до перехода в иной мир. Иначе говоря, мать задает нить судьбы своему дитя. То есть вот мать, она порождает человечество. Поэтому баба – это творящее, творческое у нас начало. Это вот как одно из проявлений полотенца. И все остальные обряды, и кола года, и семейные, они сопровождаются полотенцами. Русское слово «полотенце» или оно раньше по-другому называлось? Есть у вас какая-то версия? Вы знаете, в зависимости от обряда назначения, в зависимости от рода племенной принадлежности этой вещи, она называлась по-разному. Полотенце, наметка, рушник. Собственно говоря, это вот самый короткий ряд, который нам известен. И могут быть другие названия. От этого, от названия зависит определенная обрядовая предназначенность. Ну, где-то она распространялась на широкий круг, как говорится, обрядовых полотенец. Это очень важно, но мы должны понимать, что это, так скажем, вот гнездо, которое относится к одному, так скажем, гнездо названия к одному ряду обрядовых полотенец. Какие мы видим всегда символы на полотенце, на какой бы географии вы нам не показали? Какие основные символы, которые использовались? Я боюсь показаться, как говорится, невоспитанным и малообразованным, но я вас поправлю. На полотенцах, на рушниках нету символов, есть знаки. А, знаки. Знаки, потому что русский человек до настоящего времени, если он живет в Искане, в традиции, то он знает эти знаки, знает их предназначение. Некоторые знаки являются знамениями, то есть символами, если перевести на матерный иностранный язык. Вот. А он знает, что, для чего и как использовать. Поэтому мы говорим о знаках. О каких знаках? Вот здесь представлены северно-великорусское полотенце, северно-великорусское полотенце, свадебное с древом жизни. Вот мы здесь видим древо. Они верхние идут, составляют верхний мир. И трехчастную картину нашего бытия, так сказать, вселенского бытия, где наш мир обозначен. Переходы между ними обозначены яргыми, крестами загнутыми, концами, иначе говоря, свастиками. Здесь в левую сторону, здесь в правую сторону. Направление очень важно, но оно имеет, так сказать, много толкований и значений. Вот, собственно, это свадебное полотенце, которое ткется во многих, как говорится, количествах и используется на свадьбе. И когда девка приходит в род, она говорит, я, я есть основа вашего рода. И вот она говорит, что вот душу буду получать вот отсюда с этого древа. Как сказать, я всадкала, и я их буду получать. Вот это, собственно говоря, простая картина такая, изображается наверху, а здесь сам мир. Это наш мир. Это мир верхнего творца, содержителя. У славян он всегда в едином роде и много ипостасей. И нижний мир. Она говорит, что я знаю, есть верхний мир, откуда я буду черпать души с мирового древа, с древа рода, своего рода. А есть нижний мир, я туда, как говорится, заглядывать не буду. Но сами знаки, кроме всего, вот этот вот, это знак русский крест называется в науке, сами знаки несут еще обережные значения. То есть нечисть на такие полотенца, сущности низких уровней, они на такие полотенца просто от них отворачиваются. А вот полотенца, полотенца «Русский север», граница Вологодской и Архангельской губернии, это родовое полотенце. Она имеет разные концы, выполнена бранным тканьем. Такие полотенца передаются по роду, по женской линии, по материнской, только по материнской линии. И здесь очень сложные узорочия. Основу ее составляет ярга, чертогон, костыль, ковыль, ключ, огонь. Много очень названий у славян этого знака. Ну, известно еще название его как свастика, это санскритское название. Вот, а здесь это ярга. Она составляет, здесь наполняет всю картину, всю картину всего узорочия. Но очень интересная здесь картина из девяти яргов. Вот, вы видите, девять яргов. Они строго расположены в строгой упорядоченности. И таких четыре картины. Вот одна, вторая, третья, четвертая. На двух концах в середине стоит мужское начало, на двух других женское начало, лягушка. То есть, это женское, это мужское. Но читается единым текстом. Здесь очень интересно. Это нужно лекции читать, чтобы все разъяснить вам. Но это очень интересно. То есть, передавая из поколения в поколение, люди русские знали эти символы? Конечно, конечно, они, конечно, знаки, эти знаки, и картины, и тексты, они их просто хорошо понимали, и в этом никакого сомнения нет, и не может, потому что на сегодняшний день в науке описано много знаковых вязей систем, где эти знаки прочитываются до каждой черточки, до каждой ниточки. Это еще сказал об этом академик Стасов во второй половине 19-го столетия. Но он утверждал, что люди русские позабыли. То есть, он немножко, так скажем, солгал, мягко говоря, да, и любил истину в сторону. Это его задача была. Но потом он поправился в этом отношении, потому что наука показала столь яркие образцы каждой черточки в русской народной одежде сегодня уже, в третьем тысячелетии, что, собственно говоря, мы понимаем, что в то время была эта ложь великая. Вот еще полотенце. Любопытный, да, пример здесь. Все это убыткано. Да, это соткано, это соткано. Ну, мережка вот эта, вот если быть точным. Вот, спасибо, что вы понимаете эти вещи. Вот мережка. А это строчка на стану. Это годовое печальное полотенце. То есть, годовое праздничное полотенце с Рязанской губернии. Оно все белое. У славян белый цвет всегда составлял цвет печали, цвет погружения женского начала в соединение с душами ушедших предков, со своим родом. И это был цвет, цвет божественности в этом отношении. Вот мы видим, что здесь то же самое. Здесь то же самое. У нас присутствует ярга. Она может быть как левого, так и правого. В зависимости от конца, так скажем. Вот, ну, это чернавская крестьянская родовая культура. Там все покрыто этими яргами. Вот. Вот полотенце с другой земли, со Смоленской земли. Со Смоленской земли, которая претерпела огромные убытки от нацизма. От нацизма. Но до сих пор мы заходим в смоленские избы, мы на иконах, на образах. В переднем, в красном углу видим, что висят вот такие полотенца. То есть эти полотенца мне люди снимали с икон, так скажем. Или с сундуков давали. Ну, это 19-е, начало 20-го столетия. Это праздничные полотенца, то есть по праздникам. Вот, есть годовые, есть праздники, маленькие праздники, расхожие праздники. Это вот... А вот, судя по тому, что вы сказали, они могли храниться у образа. Они покрывались на образа. На каждый праздник было, в зависимости, кого отмечали, женский праздник, мужской праздник, какую женскую ипостась отмечали, были такие же полотенцы с соответствующими знаками. Вот это праздничные у нас полотенчика. Здесь мы опять же видим ергу, крест. Она здесь называется завивастый крест. Это так говорила Клетнова, профессор Смоленского государственного университета. В 20-х годах у нее есть работа по этим вещам. Ну, и сегодня народ тоже это же подтверждает. Есть вот обережная ерга, так скажем, где на концах пятипалая, так скажем, грабелька. Она несет смыслы сильного оберега. Вот годовое смоленское полотенце, она интересна тем, что... Что такое годовое? Это, как я уже сказал, праздники в русской народной культуре делятся на 4 уровни. Все праздники на 4 уровня. Великие или годовые праздники. Они в церковные, потом это перешло в церковные, так скажем, названия. Потом праздники, маленькие праздники. И воскресные или расхожие дни. Вот 4 уровня. Все праздники мы можем поместить вот в эти 4 уровня. Это высший уровень праздничности, годовой. Он интересен тем, что мы здесь видим достаточно хорошо проявленный черный цвет. Черный цвет в славянских исконях, славяно-русских исконях, это достаточно распространенное явление. Можно сказать, широкое. Мы его встречаем и на русском севере, и на Смоленщине, и Рязань, и Тамбов, и Белгородщина, и Воронеж, и белорусы, и малорусы, и русина. У нас черный цвет везде встречается. Поэтому это очень важная, так скажем, вот черточка в этом полотенце, которая наглядно показывает, что к цветам нужно относиться очень уважительно и понимать, что они могут нести разные смыслы. В данной ситуации черный цвет использован и в изображении гергических знаков. Вот они различные, яркие гергические знаки. И здесь мы видим гергический знак с серединой из мужского начала гергии в левом изображении. Ну, это один конец. А второй, второй, это здесь звездолады, богородицы. Это женское начало. Ну, и очень сложная письменность из этих знаков, если посмотрим, которые мы, к сожалению, не все можем прочитать. Но четыре знака мы предполагаем, что это четыре сезона, четыре сезона, так скажем, вот по которым можно это полотенце использовать. С ними ходили на могилы, раскидывали на могилы предников, раскладывали снеть, и, так сказать, сами кушали и питали предков. А вот полотенце. Оно немножко отличается, да? Они все различны, как бы, так скажем, но вот полотенечко. Это очень интересное полотенечко. Это с моей родины полотенце. Пензенский край. Годовое. Ну, здесь сразу видно, что она отличается, да. Да, мы посмотрим русский север, там концы разные, и здесь тоже смотрим, концы тоже разные. Как бы есть единый строй, но есть свое своеобразие. В чем своеобразие? Конечно, здесь мы видим яргу. Она здесь так и называется, ярга. Это отсюда, вот эта культура принесла нам это слово. Великое слово ярга. Сильное, мощное. Но здесь ярги сотканы на основе двухслойно-убранного тканья. Узорные, разноцветные. Это древнейший способ изображения узоров на жреческих тканях. Это известно во всей мировой науке. У нас же это ткали для каждого в каждой семье, в каждом роду, потому что славяне считали себя богорожденными, поэтому они считали вправе примеривать на себя жреческие одежды. Каждый хозяин был жрец своей семьи. И вот здесь мы это встречаем. Это дожило до нашего времени, до нашей современности. В науке эти вещи практически малоизвестны, что вот полотенца ткутся двухслойным бранным узорным тканем. У нас это известно по Касимовским паневам. Если кто, так скажем, читал работы Куфтина, то знает об этом. И вдруг я натыкаюсь в своем родном селе, в своей родной культуре, где все вещи, все вещи, рубаки, столешники, полотенца, шушуны, цупруны, все узорочи выполнено таким способом. Но если мы посмотрим так, обобщим, то мы видим, что в русской народной культуре крест с загнутыми концами и ярга, он присутствует у нас, вот как мы же здесь посмотрели, на всех вещах. Это знак нашей культуры, славяно-русской культуры и вообще знак этого нашего народа. Павел Иванович, вот этот рассказ, он требует, конечно, от людей, воспринимающих, во-первых, интерес, а во-вторых, все-таки, основы знаний. Вот вы какую цель ставите? Для вас это просто исследовательский интерес, это ваша профессия? Или вы все-таки ставите перед собой цель донести эти знания до большого количества современных людей? Так, прозвучала очень хорошая профессия. Значит, по профессии я военный, подполковник запаса. Я всю жизнь прослужил в вооруженных силах, ну, столько, насколько можно, 50 лет, покуда понял, что надо, так скажем, заниматься другими вещами, но одновременно сегодня я по профессии кандидат к культурологии, так скажем, вот уже ближе к этой теме. Вот. Но военный, я военный, потому что закончил академию, так скажем, военную, артиллерийскую академию. Поэтому здесь не только профессиональный интерес, а прежде то, что у нас, после того, как мы разрушили государство зла, когда мы коммунистическое мракобесие отодвинули на второй план, то русский народ обрел духовную свободу. И, конечно, в этих условиях мы сегодня видим, что у нас возрождается вера в Бога, нам разрешают молиться, нам разрешают сотворять обряды, которые раньше запрещали, расстреливали, так сказать, гнали. То есть сегодня нечисть мы отодвинули. И вот понятие Бог, грех, честь, культура, это чисто исконные понятия. И, конечно, их надо возвращать в жизнь. Ибо для того, чтобы душа человека совершенствовалась, для того, чтобы род взрастал, нужно, чтобы человек знал свои знаки. В языке, в изображении, в построении, в письменности. Поэтому мы должны это знать, понимать и, собственно говоря, относиться так, как к родному, а не как к тому, что нам навязало кровавое время коммунизма, которое у нас, как говорится, все 20-е столетие навязывали нам, вот это дело. Поэтому это просто задача каждого человека культуры заниматься своими корнями и понимать, кто ты, зачем ты здесь на этом свете и что тебе Богом предназначено. Субтитры создавал DimaTorzok